Хава, Отцу и Семью, Святому Духу, и Беги, и Преизнай, и Болителю, и Товами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Христос, истили Бог нас молитвами, при чистой своей Матери и всех святых, помилуй, ты спаси от нас, как облак и человека любят. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоуста, Евангелие от Матфея, 10 глава, 34 стих. Не мир пришел я принести, но меч. Как же сам он заповедовал им, апостолам, входя в каждый дом, приветствовать мир? Почему же равным образом ангелы воспевали славу о Вышних Богу и на земле мир? Евангелие от Луки, 2 глава. Почему так же и все пророки благовествовали о том же? Потому что тогда особенный водворяется мир, когда зараженная болезнью отсекается, когда враждебная отделяется. Только таким образом возможно небо соединиться с землею. Ведь их и врач тогда спасает прочие части тела, когда отсекает от них неизлечимый член. Равно и военачальник восстанавливает спокойствие, когда разрушает согласие между заговорщиками. Единомыслие не всегда бывает хорошо, и развойники бывают согласны. И так брань была следствием не Христово определения, а делом воли самих людей. Сам Христос хотел, чтобы все были единомышленны в деле благочестия. Но как люди разделились между собою, то и произошла брань. Впрочем, Он не так сказал. А что же говорит? Не мир пришел Я принести, чем самым утешает их. Не думайте, говорит, что Вы виноваты в этом. Я это делаю, потому что люди имеют такие расположения. И так не смущайтесь, как будто эта брань возникла сверхчаяния. Для того я и пришел, чтобы произвести брань. Такова именно моя воля. И так не сомневайтесь с тем, что на земле будут брани и злоумышления. Когда худшее будет освещено, тогда с лучшим соединится небо. Так Христос говорит. Для того, чтобы укрепить учеников, что гораздо ужаснее меч. Он хотел приучить слухи к жестоким словам, чтобы они в трудных обстоятельствах не колебались. Поэтому потребил такой образ речи, чтобы кто не сказал, что он убеждал их лестью, скрывая от них трудности. По этой причине даже и то, что можно было бы выразить мягче Христос, представляет более страшным и грозным. И действительно, лучше видеть легкость на самом деле, нежели на словах. Это вот особенно и доказывает силу Христову, что ученики, слыша такие слова, и сами принимали их, и других убеждали. Итого, и хотя не Христос был причиной этого, но злоба человеческая, тем не менее, говорит, что сам он делает это. Такой образ выражения свойственен Писанию. Так говорит Христос и здесь, чтобы ученики, как Высший сказал, я предварительно привыкнув к такой образу речи, не смущались и среди самых поношений и бед и обид. Если же некоторые сочтут это тягостью, то пусть принимают древнюю историю, припомнят древнюю историю. И в древние времена было то же самое, чем и показывается особенно единство Ветхого Завета с Новым. И тот же здесь говорит тот же, который тогда давал заповеди. Иудеев, именно когда слили только тельца, и когда приобщились в Вельфи Гора, исхода 32 глава и чисел 25 глава. Как скоро каждый умертвил ближнего своего, Бог прекратил гнев на них. Итак, где же утверждение, что тот Бог был зол, а этот благ, вот и этот Бог наполнил Вселенную кровью родственников? Впрочем, мы говорим, что и это есть дело великого милосердия, потому показывает, что Он, что Он же Сам одобрял и бывшее в Ветхом Завете, вспоминает и о пророчестве, которое, хотя не на этот самый случай сказано, однако объясняет то же самое. Какое же это пророчество? Враги человеку домашние его, Матфея 10 глава. И у иудеев случилось нечто подобное. И у них были пророки и лжепророки, бывали также в народе раздерногласия, и дома разделялись. Одни верили тем, другие другим. Поэтому пророк, повещевая, говорит, не верьте друг другу, не полагайтесь на приятеля, отлежащие на ложе твоем. Стереги двери уст твоих, враги человеку домашние его. Пророка Мещия 7 глава. А говорил это для того, чтобы тех, которые примут учения, поставить выше всего. Не смерть ведь зло, а худая смерть есть зло. Поэтому и сказал, огонь пришел я, не извести на землю. Луки 12 глава. Говоря это, он показывает силу и горячность той любви, какой требовал. Так как сам он много нас возлюбил, то хочет, чтобы и мы любили его столько же. А такие слова и апостолов укрепляли, и возвышали их в духе. Аминь. Аминь. Храни всех, Господь. Аминь.